Добрый вечер, дорогие друзья! Идите на сайт tvk6.ru и нажимайте красную кнопочку «Смотреть онлайн». Также, если вы что-то пропустили, можете все наши выпуски найти в нашей группе во ВКонтакте. Но сейчас передаю слово моим коллегам, точнее, анонс. Оттенки серого, покорение веста или тернистый путь к наследству. Что посмотреть? Новая порция киноновинок. Соответствует нормам или нет? Эксперты проверили качество хлеба. О дружбе женской и о будущих инженерах в рубрике Вики Щаповой «Как дела?». Качество хлеба продолжает ухудшаться. Такой вывод сделали специалисты Красноярского ЦСМ после проверки 20 образцов хлебобулочных изделий. Их закупили в крупных торговых сетях. В результате исследований в категории хлеба из пшеничной муки первого сорта до дегустации не дошли 5 образцов. Три из них произведены в Красноярске. Это фабрика хлеба, каравай и хлебозавод «Саяны». Из Ангарска не прошел хлеб городской, а из Емельяновского района – семейная пекарня. Из категории ржанопшеничных изделий непригодными для употребления оказались те же пекарни, за исключением городского и хлеба торговой марки «Каравай». Во всех непригодных образцах обнаружили либо картофельную болезнь, либо плесневые грибы. Лучшим же из всех оказался хлеб березовского хлебозавода, фирменный, девногорский хлеб и хлеб собственного производства ООО «Смарт». Качество хлеба ухудшается, а вот цены меньше не становятся. Это и сподвигло сегодня нас обратиться к горожанам со следующим вопросом. «Если вдруг хлеб подорожает до 100 рублей, что делать? Судеть? А какие нужны продукты? Пшеница, мука, дрожжи, все, соль, вода. Я отучилась от технолога, поэтому я знаю, как должен делаться хлеб, и то, что я вижу в магазинах, это невозможно есть. Просто вот это название. А как он должен делаться? Ну, во-первых, из правильной муки, неважно, дорогая она, недорогая. Это, во-первых, мое личное здоровье и мои продукты, которыми я питаюсь. Потом не должен добавлять какие-то, ну, добавки, которые туда добавляют в хлеб, чтобы быстрее, там, тесто поднялось, там, или еще что-то, ускорить процесс. То есть это неправильно все. Я не знаю, кушать перестанем. Приедете, я вас покормлю. Дома печь. Возьмем штуку для того, чтобы спечь хлеб, засунем ее в хлебопечку, подождем, и получится хлеб. Печь может быть дешевле. Ну, может быть, если будет мука так же, как сейчас стоит, то, конечно. А рецепт знаете? Рецепт. Мука, вода, дрожжи. Все. Соль, сахар. Все? Дрожжи. Обычное тесто, как заводить, только на хлеб. Все равно покупать, а что делать? За 100 рублей? Да. А если дома испечь, например, дешевле же? Ну, дешевле. Но все равно это как бы у некоторых времени нету на это. Восемьдесят четвертых станет больше. На проблемный маршрут нашли нового перевозчика. Об этом сегодня сообщили в департаменте транспорта. Напомним, одного из владельцев маршрут лишился в конце января. С ним расторгли договор по жалобам красноярцев. Горожане возмутили, что в восемьдесят четвертый совсем не дождешься на остановке как в выходные, так и в будние дни. Как сообщили в департаменте транспорта, теперь ситуация изменится в лучшую сторону. Если раньше на линию выпускали пять машин, теперь их будет тринадцать. Ну, а следовать транспорт будет по прежнему маршруту из Ветлужанки до автовокзала Восточный. На месте планетария будут офисы. В конце прошлого года городские власти предложили переделать долгострой с куполом в районе рынка Советского района в общественно-деловое здание. И вот, похоже, работы начались сегодня. Наши телезрители сняли вот эти кадры. Весь день на недостроенном здании планетария работали строители, сбрасывали с крыши и из окон мусор, расчищали территорию. Это здание, кстати, начали строить еще в 1985 году и бросили. При губернаторе Лебеди в 2001 году его хотели превратить в библиотеку. А теперь к универсиаде 2019 года собираются переделать в офисный центр. Главное, чтобы на этот раз достроили. Ну, а теперь я передаю слово Ирине Ганюховой. Она отправилась в кинотеатры города и узнавала, какие же киноновинки нас ждут. Давайте посмотрим. И начнем с картины, выхода которой ждали с особым трепетом. Мелодрама «50 оттенков серого». Это история любовных отношений обычной студентки и красавца-миллиардера. По словам прокатчиков, этот фильм взорвет залы. И, скорее всего, так и будет, потому что билетов на вечерний сеанс практически нет. Откройся мне. Посмотрим, завоюет ли такую популярность среди красноярских зрителей триллер «Кингсмен. Секретная служба». Это история об очень талантливом парне. Он служил в морской пехоте. Казалось бы, его ждет синее море и счастливое будущее. Однако наш парень выбрал другой путь. Он стал преступником. Вас доведут до предела возможностей. Разовьют ваши способности. Научат бороться со злом. Нет на свете ничего невозможного. Так решил обычный пчеловод из Новой Зеландии. Он собрал волю в кулак и вместе со своим другом покорил самую высокую вершину мира – Эверест. Документальный фильм об этом уже в кинотеатрах. Словно тихий голос твердил нам – это Эверест. Впереди очень долгий путь. А вот девушка Катя из фильма «Домик в сердце» хочет добраться до наследства, которое оставил ей отец. Но вот только чтобы его получить, ей нужно выполнить условия. Это выйти замуж и родить трех детей. Подходящую партию Катя нашла. Осталось лишь познакомиться с семьей своего избранника. Нам не нужна свадьба. Свадьба будет. Я на эту свадьбу не пойду. Еще как миленькая пойдет. Ты скоро станешь нашей мамой. Она не наша мама, она жена нашего бабы. А еще на экраны вышел мультфильм «Губка Боб», драмы «Белый бог» и «Берцы». Смотрите и наслаждайтесь, а следующая рубрика «Киноафиша» уже в следующий четверг. Не пропустите. Всего два дня осталось до дня Святого Валентина и завершение нашего фотоконкурса для влюбленных пар «Лавстори». Если вы хотите поздравить свою половинку красиво и так, чтобы о вашей паре узнал весь город, у вас осталось время до завтра. Нужно вступить в нашу группу ВКонтакте, выложить фото вашей пары, после чего к снимку прикрепить яркую историю любви. Победителем станет самая искренняя и красивая «Лавстори». Тройка финалистов уже в эту пятницу мы пригласим в прямой эфир и подарим незабываемые подарки. У нас будет три приза. За третье место это подарочный сертификат на фотосессию для пары, для двоих, с прической, с макияжем, в прекрасной атмосфере. То есть все будет создано для того, чтобы сделать фотографии, которые останутся у вас на долгие-долгие годы. За второе место это будет подарочный сертификат на спа-массаж, также для двоих. То есть вдвоем придете, расслабитесь, получите удовольствие, может быть, подкрепите свои какие-то чувства. За первое место у нас будет приз. Это сертификат на романтический ужин в греческом ресторане. Я думаю, что тут не нужно подробности какие-то добавлять, что это такое при свечах, хорошая музыка, вкусная еда. В общем, я думаю, что достойный приз. Но кроме этого, той фотографии, которая наберет больше всего лайков, мы обязательно подарим специальный приз, приз зрительских симпатий от телеканала «Перец». Спросишь дела, как дела у красноярцев, они тебе и о своих делах расскажут, и о чужих делах расскажут. А спрашивает, конечно же, Вика Щапова. Рубрика «Как дела?». Всем привет, я Вика Щапова, и это рубрика «Как дела?», в которой мы знакомим вас с главной достопримечательностью «Красноярска. Не убей никого». Давайте спросим, как у этой достопримечательности дела? Нам очень интересно. Как дела? Отлично. Я студент. Да, вот. Вступила в ККСО. Все позитивные, проводим акции вместе. У меня везде все хорошо. Не пью, не курю. Закрыла сессию, она отлично. Хороший человек? Да, она очень хороший человек. Она вообще человек на позитиве. Настроение у нее плохое, только когда что-то в личном, но я уже как бы не лезу в эти дела. Как у вас дела? Ну, дела мои нормальные. Возраст есть возраст, а была вообще бегунья. Ну, а сейчас сердечко маленько подводит. Я жила на севере Бегарбки. Вышел из дома, лыжи одел и пошел. Я на заводе «Красмаш» работала. Приборы, приборы проверяла. Если без лыж, может быть, тоже сидел, одет на скамейке, давно меня бы не было. Как у вас дела? Дела отлично. Сессия почти сдана. Учусь на автоматизацию. Это инженер. Девчонки в других корпусах. Вот на переменках ходишь, смотришь. В квартире живу. Родители купили. Да, все отлично. Главное – не внувать. И все. И быть лучшим инженером. И быть лучшим инженером, да. А в следующий раз мы спросим у вас. Кто-то из вас сегодня, уважаемый, получит два пригласительных в кино. Подведем итоги розыгрыша. Итак, вам нужно было включить фантазию, вспомнить уроки ИЗО и школьной программы, взять буквально парочку карандашей и лист бумаги и придумать что-то необычное, добавив что-то креативное к существующему логотипу перца на бумаге. И сегодня билеты в кино мы решили отдать Ксюне Ломаренко. Я надеюсь, правильно я прочитал фамилию. Если нет, приедите к нам на КПЛОВ-50, забирайте билеты и поправите нас. Нам понравились, понравились нам все рисунки, но, к сожалению, билетов в кино всего два. Всем большое спасибо за участие. Что ж, дорогие друзья, на этом все, что приготовила команда «Что случилось?» Завтра у нас будет много гостей, обязательно что-нибудь разыграем. Ну а пока я желаю вам хорошего приготовления к пятнице. До свидания. 13 февраля в городе Красноярске снег. Ветер западный 3,5 метров в секунду. Давление 730 миллиметров штутного столба. Температура воздуха днем минус 3, ночью минус 8. И о погоде в городах края. В Норильске снег минус 17. В Минусинский снег с дождем плюс 2. В Каннске снег минус 1. В Ачинске снег минус 3. Субтитры подогнал «Симон»!